Кость, Кость, глянь, сколько времени, а то я не знаю, где мой телефон. Ага. Ну, все понятно, ладно, я сама не ищи. Да, дорогой. Ты куда пропала? Я тебя нигде не могу найти. Мне нужно было отлучиться ненадолго, я скоро буду. Тебя больше часа нет, тут гости, они постоянно тебя спрашивают. Хорошо, бегу, все, люблю тебя, давай. Костя, ты что натворил? Мы что с собой полтора часа? Что-то ты не сильно сопротивлялась. Помоги застегнуть. Ладно, тут пять минут ехать. Скорей, скорее, скорее. Ну, я не знаю. Ладно, а на тебе. Давай. Так получилось, что Полина изменила мужа на собственной свадьбе. Прошло несколько недель, и девушка горько жалела об этом поступке. Измена не давала ей покоя. А в последнее время брак Полины и вовсе висел на волоске. Девушка решила обратиться за помощью к бабе Нине. Костя – это моя школьная любовь. Я за ним бегала еще с начальных классов, он никогда на меня внимания не обращал. А потом, когда школу закончили, у нас другая жизнь началась, и мы не виделись лет пять, наверное. А тут я его встретила на своей свадьбе и как будто рассудок потеряла. В общем, мы с ним. Изменила я мужу в первый же день замужества. Меня Костя в машину посадил. Сама не помню, как в какой-то съемной квартире оказалось. Все как в тумане. Да, натворила же ты дел. Но вижу, беспокоит тебя не это. Да, бабушка. Мне стал звонить мужчина. Говорит, что знает о моей измене и угрожает все рассказать мужу, если я ему не заплачу. А деньги большие очень, 300 тысяч. У меня таких денег просто нет. Конечно, я могла бы взять те, что нам на свадьбу подарили, но как я это мужу объясню? Посоветуйте, что делать. Аня, принеси мне пергамент старый. Хорошо, бабушка. Этот шантажист мне на почту видео прислал, где мы с Костей постели. Поэтому мне кажется, что без Кости здесь не обошлось. Я уверена, что это он все подстроил. Вот, бабушка. Положи на бумагу свое обручальное кольцо. Теперь возьми спички и бумагу подожди. Нет, не виноват Костя в том, в чем ты его обвиняешь. Да он это. Никто, кроме нас, не знал, куда мы поедем. Это во-первых. А во-вторых, видео было снято на скрытую камеру, а ее необходимо было установить заранее, понимаете? Это все специально подстроено. Не понимаю, как Костя вообще на свадьбе оказался. Я его не приглашала. Вашу с Костей встречу специально подстроили, это верно. Семью твою хотели разрушить. Кто? Не вижу. Но точно вижу, что не Костя. Хорошо, но я все равно не понимаю, что мне делать. Денег никому не плати. Мужу правду расскажи, и все образуется. Да он же меня бросит. Не бросит, верь мне. Прошло несколько дней. Несмотря на совет бабушки, Полина не смогла признаться мужу в измене и решила заплатить шантажисту, продав свои украшения. Красота. Да, мне мама на 18-летие подарила. Не жалко? Да жалко, конечно, ну что делать. Да, влипла ты, конечно, подруга. Ты же тебя так угораздила. Сама в шоке. Ну и на сколько здесь может потянуть, как думаешь? Ну, смотря как быстро ты хочешь продать. Очень быстро. Этот урод говорит, если я ему через два дня не заплачу, он Артуру видео покажет. Но если хочешь быстро, будет в половину дешевле. Сколько? 1100-120, думаю, точно дадут. Мало, надо 300. Так, не расстраивайся. У меня есть один знакомый с купщиком. Хочешь, я попробую ему подороже все это втюхать? Конечно, хочу, была бы тебе очень благодарна. Правда, придется с ним на свидание сходить. Ну, чего не сделаешь ради подруги? Спасибо. Скорее собирай. О, у нас гость. Привет, Мария, с какими судьбами? Привет. Зашла поболтать, молодожены проведать. Молодец. Привет. Ладно, я пошлю. Давай, пока узнать будешь? Нет, попозже. Лучше сейчас переоденусь его тоже. Спасибо. Прошло два дня. Марине удалось выгодно продать украшения. Сразу после этого Полина связалась с шантажистом и договорилась о встрече, чтобы заплатить выкуп за видеозапись своей измены. Полина? Здравствуйте, Полина. Здрасте. Вы принесли деньги? Принесла. Вы обещали отдать мне видео? Ну, я свои обещания выполняю. Здесь видео, теперь мы в расчете. А где гарантии, что у вас не осталось копии? А никаких гарантий нет. Да не переживайте. Все, что мне от вас было нужно, я уже получил так, что больше я вас не потревожу. Вы кто такой, как вы вообще узнали, что я собираюсь изменять мужу и где? А вот это уже конфиденциальная информация. Несмотря на обещания шантажиста больше не беспокоить Полину, девушка все равно волновалась и не могла поверить, что все закончилось. Прошло несколько дней. Это тебе. Спасибо. Что делаешь? Да, отчет проверяю. Шеф попросил. Понятно. Ладно. Калис, что хочешь? Да, хочу рецептикательно посмотреть в интернете. Дашь компьютер? Конечно. На. Пойду заодно в отдел позвоню. Только вкладки все не закрывай, как в прошлый раз. Просто сверни. В тот день в почте Артура Полина случайно увидела письмо от шантажиста. Оказывается, он нарушил обещание и отправил видео ее измены мужу. Полина была шокирована. Артур не мог не видеть это письмо. Тогда почему он молчал и вел себя, как ни в чем не бывало? Ну что, посмотрела? Да, спасибо. Что-то случилось? Нет, чего ты взяла? Все хорошо. Прошло два дня. Все это время Полина ждала серьезного разговора от Артура. Но его не происходило. Полина нервничала и не понимала, почему муж молчит. Ну, больше не могу. Спасибо, боль большое. Разрешите. Тихо. Порезалась? Нет, ударилась. Ну, покажи. Я их подыкну. Тихо. На следующий день Полина позвонила шантажисту и потребовала объяснений. Он согласился ответить на все вопросы только после того, как Полина пообещала ему заплатить очередную сумму. Опять опаздываете? Деньги принесли? Принесла, но сначала вы передо мной объяснитесь. Нет уж. Сначала деньги, а потом информация. Вы ведь обещали ничего не говорить мужу. Зачем вы ему видео скинули? Как это понимать? Я же сказал, сначала деньги. Больше нет. Ну, хорошо. Если разобраться, то я вам не врал, когда говорил, что не покажу видео мужу. Я ему его скинул еще до того, как вы мне заплатили. Зачем? Просто изначально он мой заказчик. Какой еще заказчик? Обыкновенный. Еще до вашей свадьбы ваш муж нанял меня, чтобы я следила за вами. Таким образом он вас проверял. И я ничего не мог нарыть. Но перед самой свадьбой я получил анонимную наводку на ту самую квартиру, в которой вы были с любовником. Так сказать, сорвал джекпот. А потом мало того, что видео мужу отправили, еще и решили мне его продать, да? Ну, каждый зарабатывает, как может. Да и потом не вам, мне, морали читать. Если Артур все знал еще до того, как я получила видео, то почему мне ничего не сказал? А это уже ваши дела. И в них лезть я не хочу. Бабушка, помогите, умоляю. Я вся на нервах. Я не понимаю, почему Артур молчит. Уж лучше бы накричал, на меня ударил. Ну, я не знаю, ну, хоть что-то бы произошло. Вот почему он молчит? Любит тебя твой Артур. Вот и молчит. Поговори с ним. Тяжело ему жить, зная о твоей измене. С Костей больше не встречайся. Не послушаешь, у разбитого корыта останешься. Да я не собиралась с ним встречаться. Хватит, уже один раз встретились. Я не понимаю, за что мне все это. Закрой глаза. Красивая ты была на свадьбе. Все тобой любовались. Некоторые даже завидовали. Вот только платье ты надела не по размеру. Да, притык купила. Уж так оно мне понравилось тогда в магазине. Думала, сбросить пару килог к свадьбе, но как-то не получилось. Нельзя, чтобы свадебное платье мало было. Иначе в семейной жизни туго будет. Примета такая есть. Да уж, туго не то слово. Ну да ладно, времени у меня мало. Видела, сколько еще народу у меня. Я тебе сегодня все сказала. Ступай. Спасибо, баба Нина. Артур, а ты меня любишь? Артур, а ты меня любишь? Артур, я должна тебе кое в чем признаться. Обещай меня спокойно выслушать. Обещаю, говори. Артур, как ты меня любишь? Я тебе изменила. Я знаю, что ты знаешь, и больше не могу постоянно ходить, ожидая этого разговора. Я не знаю, что ты на меня нашла. Прости, пожалуйста. Я этого парня сто лет не видела, еще столько же не видела бы. Значит, ты его не любишь? Конечно, нет. Артур, прости меня, пожалуйста. Я... Это был первый раз, когда я тебя изменила. Я обещаю, что этого больше не повторится. Алин, я верю тебе. Просто ты изменила на нашей свадьбе. Я знаю, прости меня, пожалуйста. Я не знаю, что меня нашло. Пожалуйста, Артурчик, прости меня. Ну, что мне сделаешь, чтобы ты меня простил? Прошло несколько дней. Семейная жизнь Полины постепенно наладилась. Несколько раз Полине звонил Костя, но она игнорировала его звонки. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК О, привет. Привет. Ты убор, кстати? Молодец. Ну, ладно, меня подождать. Я бы помог. Да мне несложно. Ты есть хочешь? Как волк? Ну, тогда иди на кухню, волк. Ужин на столе. А ты? А я сейчас да убираю и приду. Полина не хотела напоминать мужу о своей измене, поэтому ничего не рассказывала о звонках Кости и каждый раз удаляла его вызовы. Да, часики, конечно, не дешёвые. Нравится? Да ещё бы. Откуда деньги? А помнишь того скупщика, про которого я тебе рассказывала? Ну, с которым на свидание ходила, чтобы твоё украшение подороже продать. Он подарил. Представляешь. Ну, после этого ты просто обязана выйти за него замуж. Обойдётся. Неужели такой страшный? Да нет. Ну, просто я замуж по любви хочу. Это так, интрижка. А я вот такого, как твой Артур, хочу. Счастливая ты, Полинка. Заботливый у тебя мужик. Любит себя. Даже измен, прости. Это да. С Артуром мне повезло. Главное, всё не испортить. В смысле? Мне Костя стал названивать. Да ладно. И чего хочет? А я понятия не имею, трубку не беру. А вот это ты зря. Я буду вместе с ним срисовалась и сразу все точки расставила. Ну, а то мало ли, что этого Ромео на уме. Ещё заявится к вам с Артуром домой, какую-нибудь сцену устроит. Слушай, об этом я даже не подумала. Вот-вот, ты подумай, подумай. Прошло ещё несколько дней, а звонки Кости не прекращались. Я возьму. А что не ответила, раз уж вышла? Да это Маринка, я ей потом перезвоню. Полина решила прислушаться к словам Марины и встретиться с Костей, чтобы окончательно выяснить отношения. Ты такая же красивая, как тогда на свадьбе. Слушай, хватит, а? Ты прости, что я названивал. Я просто забыл, что ты замужем и можешь трубки не брать. Ты ведь поэтому не брала? Да, поэтому. Ну и я ведь нас не спалил. Нет, всё хорошо. Надо было как-то по-другому с тобой связаться. Кость, я хотела с тобой серьёзно поговорить. Кстати, у меня для тебя кое-что есть. Не надо было. Если ты присмотришься, там есть небольшой сюрприз. Ты же обещала. Артур, всё не так как выглядит. Ну, тогда простите. Ошибочка вышла! Ты что натворила, а? Артур, подожди! Вижу, не послушала ты моего совета. Нет, бабушка. Встретилась с Костей. Хотела как лучше, объясниться хотела, а опомниться не успела, как он полез ко мне целоваться. Я этого не хотела. Знаю. Как-то Артур оказался понятия не имея. Я ему пыталась всё объяснить, но он меня и слушать не захотел. Я не знаю, как теперь быть. Неужели Костя меня так любит, что не может оставить в покое? Не любит он тебя. А зачем тогда все эти цветы и поцелуи? Возьми ножницы и отрежь нить длиной с безымянный палец, на котором обручальное кольцо носишь. Если хочешь знать, почему Костя с тобой встречается, сама у него спроси. Но перед тем, как спросишь, нить эту, что отрезала, на одежду ему положи. Тогда он тебе всё как на духу и выложит. Поняла? Угу. Только правда это ничего не изменит. Зря ты меня тогда не послушала. Зря с Костей этим свиделась. Долго тебе теперь женского счастья не видать. Прошло несколько дней. После случая в кафе Полина и Артур не разговаривали. Полине было стыдно смотреть Артуру в глаза, а он был обижен и переехал от неё в гостиную. Несмотря на желание узнать правду, Полина не решалась встретиться с Костей, боясь этим ещё сильнее обострить ситуацию. А я тебе завтрак приготовила. Артур, так дальше нельзя. Нам нужно спокойно поговорить. Там, в кафе, ты всё действительно неправильно понял. Но тут понимать нечего. Того, что я видел, недостаточно. Ты до сих пор с этим Костей. Что нам теперь делать? Прошло ещё несколько дней. Отношения Полины и Артура становились всё хуже. Полина не знала, как всё исправить, и решилась встретиться с Костей, чтобы узнать, зачем он всё это время преследовал её и практически разрушил её отношения. Вы, кстати, с ним помирились? Пока нет. Кость, я у тебя спросить кое-что хочу. Спрашивай. Ты мне много раз звонил, цветы дарил и всё такое. На свадьбу зачем ты явился? Ну вот я подумала, зачем всё это? Чего ты хочешь? Ты серьёзно спрашиваешь? Вполне. Так ты не в курсе? В курсе чего? Ну я думал, что ты хочешь, чтобы я за тобой ухаживал, поэтому на свадьбу пригласила. Чего ты это взял? Со мной связались от твоего имени. Пригласили подработать. Сказали, что ты хочешь мужу нервишки на свадьбе пощекотать. И надо тебя украсть. Типа сценарий свадьбы такой. Дали адрес квартиры, мы туда приехали, ну и как-то всё само собой получилось. Так ты чего, не в курсе была? А ты в курсе был, что нас тогда на видео снимали в квартире? Нас что, снимали? Костя, какой же ты идиот, а почему ты мне сразу всё не рассказал? Так я думал, ты в курсе. Почему именно ты? Что больше украсть было некому? Так я-то тут при чём? Я думал, ты сама хочешь этого. Хорошо. Со свадьбой понятно, почему ты мне названивал? Ну со мной опять же связались, попросили тебя на свидание в кафе пригласить. Я думал, ты хочешь повторить всё, что между нами было. Но я тебе звонил, а ты всё трубки не брала, всё сбрасывала. Я думал, ты мужа боишься, поэтому через Марину со мной связываешься. А я что, я не против, ты девушка симпатичная. То есть ты через кого-то сказал, Марину? Да. Полина была шокирована тем, что узнала. Она не понимала, зачем подруга так поступила и решила ей позвонить. Ладно, Полина, я пойду. Удачи тебе. Извини, если что. Полина была разбита. По дороге домой она всё время звонила Марине, но та не брала трубку. Когда Полина поднялась в свою с Артуром квартиру, она с порога услышала, как Артур и Марина выясняли отношения. Да не люблю я тебя. Как ты не можешь понять? Ну, я люблю тебя, Артур. Люблю не то, что это потаскуха, Полина. Потаскуха, значит? Ну-ну. Я явилась, не запылилась. Что, Костик прогнал? Это правда? Конечно, правда. Только ты отвернёшься, она сразу к нему бежит. Я знаю, что это ты Костю наняла, чтобы меня перед Артуром опозорить. Как ты могла? Мы с тобой подруги. Подруг у меня полно. А вот такие, как твой Артур, на дороге не валяются. Только ты его не ценишь. А это не твоё дело. Самому щену на ноте не можешь решила чужого увезти? Как тебе вообще в голову пришло нанять Костю? Так ты сама как бы в шутку говорила, что до сих пор его вспоминаешь. Вот я решила проверить, насколько это шутка. Какая же ты скотина, а? А вот хорошей подружкой прикидывалась, помогала украшения продать, чтобы шантажистам расплатиться. Сама, наверное, ему и сказала, где мы будем, да? Ты предала украшения? Соображать на конец начала. Да, это я ему сказала, где вы будете. Он денег заработал, а я получила шанс от тебя избавиться. Только вот Артур тебе и после этого простил. Откуда ты узнала, что он нанял человека, чтобы за мной следить? А это я ему и посоветовала за тобой следить. Ух ты, дрянь! Прекратите! Тебе пора. Послушай, Полина, я не думаю, что смогу оставаться с тобой под одной крышей. Я думаю, нам стоит развестись. Артур и Полина развелись. Марина пыталась завязать отношения с Артуром, но он не хотел, и Марине пришлось с этим смириться. Спустя полгода после развода Артур встретил женщину, снова женился и счастлив в браке. Как и говорила бабушка, Полина еще долго не могла найти женское счастье, и только спустя три года после разрыва с Артуром встретила мужчину, которого смогла полюбить. Она вновь готовится к свадьбе, и на этот раз выбирает свадебное платье по размеру. Бабушка говорит, что нельзя, чтобы свадебное платье невесте мало было, иначе в браке туго будет. Субтитры создавал DimaTorzok